МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях прямо сейчас. Честно и прозрачно в Республике подвели предварительные итоги голосования. От А до Я. Республиканская служба единого заказчика, координатор строительства объектов в социальной сфере. Довести до Ума. Правительство Республики наметило этапы строительства водоводов в южных районах. Главная новость дня. Выборы главы Чувашии состоялись уже в первом туре. Временно исполняющий обязанности руководителя региона Олег Николаев набрал почти 76% голосов. Таковы предварительные итоги голосования на сегодня. Победы Олега Николаева ждали многие. Представители органов власти, с которыми он работал последние 7 месяцев. Руководители городообразующих предприятий, заинтересованные в улучшении инвест-климата в Чувашии. Предпринимательское сообщество за время пандемии, получившее убедительное подтверждение. Своих не бросают. Жители республики, связывавшие с ним надежду на перемены к лучшему. Ожидания у всех разные. У меня, конечно, ожидания те, что я хочу, чтобы победил мой кандидат, за которого и та партия, за которую я проголосовала. Еще на старте выборной кампании выдвижение Олега Николаева поддержали почти 10 тысяч человек. При том, что необходимое количество подписей должно было быть в два с лишним раза меньше. Уже во время встреч кандидата с избирателями стало ясно – есть контакт. Мы на самом деле провели очень большое количество встреч, и как по оценке и политтехнологов, и нашей оценке, такой охват и выход в люди, ну, наверное, на протяжении последних выборных кампаний не было. Первые встречи, наверное, были более такие напряженные, потому что, во-первых, все друг друга пытались понять. А вот последующие встречи, когда уже была сделана презентация, где было абсолютно наглядно показано, что было сделано за предыдущий период времени, когда Олег Алексеевич пришел к руководству региона, какие действия будут в последующем. Ведь это же для людей было показательно. То есть они увидели, во-первых, в его лице очень такого интенсивного и очень правдивого руководителя, который ставит задачи, он их решает, и это было уже видно на протяжении вот этих последних месяцев. И очень важно, чтобы люди откликались на вот этот диалог. После завершения голосования Олег Николаев признался. По сравнению с выборами пятилетней давности, когда он шел кандидатом от оппозиции, и задачи, и ощущения совершенно иные. Время прошло, целых пять лет. И за эти пять лет жизнь очень сильно изменилась. И вопросы другие. На этот раз для меня было очень важно конвертировать то доверие президента, которое было в доверии народа. И для этого за те семь месяцев, пока я исполнял обязанности временно, я старался показать, какие направления можно было бы реализовать в Чувашской республике, для того, чтобы жизнь менялась. И эти решения, они, на мой взгляд, оказались ощутимыми. Кроме того, я искренне старался объединить все, для того, чтобы разработать действенную программу по масштабированию тех маленьких изменений, которые произошли за последние полгода с лишним. Выборная кампания завершилась неожиданно. Впервые почти все кандидаты собрались в едином информационном центре, чтобы обменяться мнениями и поблагодарить друг друга за честную борьбу. Я должен честно признаться, по сравнению с теми выборами, которые были раньше, сегодня я могу сказать, что у нас выборы в действительности прошли на равных условиях. И честно, не было грязи. Хочу поблагодарить тех, кто просто пришел на избирательные участки, так как каждый голос важен для активности нашей республики. И что еще более удивительно, впервые все недавние оппоненты выразили готовность к сотрудничеству. Будем работать с новым руководством, уже избранным на благо жителей Чувашской республики, на то, чтобы наша республика, она процветала и вышла из того сумрака, в который она была определенным образом погружена. По предварительным подсчетам, на втором месте кандидат от КПРФ Александр Андреев. У него чуть больше 10% голосов. На третьем Константин Степанов от ЛДПР, 5,5%. Четвертое место и 3,5% голосов. У Николая Степанова, партия пенсионеров России, за справедливость. У Сергея Матвеева, партия патриотов России, более 2%. И для дебюта на главную должность в республике это очень неплохо. Такова реальная картина расстановки политических сил в Чувашии на сегодня. В единый день голосования в республике выбирали и депутатов органов местного самоуправления. Итоги предварительные. На выборах в Чебоксарское городское собрание депутатов по 21-мандатным избирательным округам лидирует Единая Россия. Она набрала более 35%, следом идет КПРФ около 17%, ЛДПР более 13%, Справедливая Россия более 12%, партия пенсионеров 9,5%. Эти партии преодолели 5-процентный барьер и по закону смогут получить места в столичном собрании. Явка избирателей по предварительным итогам составила 43%. Выборы в Чебоксарское городское собрание депутатов с 7-го созыва прошли по смешанной системе. Из 43 депутатов по одномандатным округам будет выбран 21 депутат. По единому избирательному округу будет замещено 22 депутатских мандата из представителей партий. Поездки в районы для врео главы Чувашии – неотъемлемая часть рабочего графика. Только на месте можно понять, как живут жители и какие проблемы их волнуют. В Порецком районе многие жители работают на Анастасово-Порецком месторождении гипса, ангидрита и доломита. Предприятие Гиппор включено в перечень крупных и является градообразующим. С начала работы добыто и реализовано более 3 миллионов тонн гипсового и гипсоангидритового камня. Месторождение является одним из крупнейших в России по запасам гипса и крупнейшим в Европе по запасам ангидрита. С учетом этого производство надо явно расширять и увеличивать свое присутствие на зарубежном рынке. Мы автоматически занимаем очень серьезные конкурентные ниши, которые на сегодняшний день имеются как на территории Российской Федерации, так и формируются с точки зрения международной взаимоотношений. Почему? Потому что на сегодняшний день все виды производственной деятельности, ориентированные на экспорт, они очень серьезно поддерживаются со стороны государства. Побывал Олег Николаев и в селе Атрать Алатарского района. Вместе с представителями местного самоуправления обсудили реконструкцию стадиона физкультурно-спортивного комплекса «Мечта». В числе приятных новостей – вручение ключей от нового дома многодетной семье. Супруги Варава воспитывают пятеро детей. Мы вот подали заявление, документы сдали. Нам вот, правда, пять лет стояли мы в очереди ждали. Ну, построили, конечно, быстро. Молодцы. В Красночитайском районе в Рио главы республики проверил ход капитального ремонта школы. Напомним, реконструкция идет поэтапно с 2019 года. В 2019 году прошел первый этап капитального ремонта. На первом этапе мы отремонтировали на 20 миллионов. Полностью заменили коммуникацию, горячий и холодный водопровод провели, канализацию проложили, заменили кровлю, окна. Все это было на первом этапе. На втором этапе в этом году нам выделили 25 миллионов 227 тысяч. В этом году мы заменили двери, выровняли все стены, потолки, протянули пожарную сигнализацию и обшили фасад. В 2021 году планируется провести капитальный ремонт водопроводных сетей. Уже разработана проектно-сметная документация. Есть положительное заключение государственной экспертизы. Ульяна Питакова, Игорь Зверев, Республика. Правительство России поможет республике достроить станции водоподготовки и групповых водоводов Шамуршинского, Батаревского и Комсомольского районов. Поддержать регион обещал президент Владимир Путин во время видеоконференции с Олегом Николаевым. Это водохранилище уже давно облюбовали рыбаки. Но предназначено оно не для ловли рыбы, а для снабжения качественной питьевой водой 100 тысяч населения Шамуршинского, Батаревского и Комсомольского районов. Водохранилище на реке Карла для питьевого водоснабжения появилось еще в 2009 году. Тогда были построены плотина, комплекс водоочистки, подачи и сброса воды. Но вода до населенных пунктов так и не дошла. Проблема остро стоит. Здорово было бы и для развития производства, расширения производства, и для наших жителей. У нас мы действительно в селе Шамурша подаем воду. Там часть техническая вода, часть питьевая вода. Водохранилище с площадью зеркала более 4 квадратных километров, длиной 5 километров и объемом почти 16 миллионов кубометров было построено в рамках республиканской целевой программы. Правительство Чувашии считает, что вопрос доставки воды до жителей будет решен в ближайшие 2-3 года. Сейчас идет корректировка проектно-сметной документации, ведь за эти годы она устарела. Так же, как и сами сооружения. Завершение строительства так называемого Южного куста, оно давно назрело. С учетом того, что вложены уже на сегодняшний момент колоссальные средства, осталось, по большому счету, только до завершения строительства групповых водоводов. Сегодня, значит, групповые водоводы разбиты на 11 этапов. Из них второй этап он построен, но в силу того, что его мощности недостаточно для того, чтобы запустить очистные сооружения по малому кругу, очистные сооружения не были запущены. Наша основная сегодня задача – это построить оставшихся 10 этапов водоводов, чтобы жители, так скажем, южных районов наконец-то получили воду. По словам министра, сегодня реализация проекта находится в активной фазе. Технологии Шамуршинского водохранилища не потеряли актуальности. На 10 пусковых комплексов по предварительным подсчетам необходимо 1 миллиард 700 миллионов рублей. В ближайшее время на объект выйдут специалисты, чтобы провести мониторинг и оценить степень его изношенности. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика. В начале нового учебного года с повестки дня нисходит вопрос организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Эксперты мониторят ситуацию в учебных заведениях. Об этом сегодня говорили на еженедельном совещании в Доме правительства. Бесплатное горячее питание получают все младшеклассники. Двухнедельное меню, разработанное с учетом сезонности, калорийности и питательности суточного рациона, необходимого для нормального роста и развития детей, согласовано с Роспотребнадзором. Большинство предпочли полноценные обеды, но есть выборы в пользу завтрака. Льготные категории учеников тоже получают бесплатное питание. На данные цели в Чувашской республике на 2020 год из федерального бюджета было выделено более 240 миллионов рублей. Отмечу, что в Батверском районе, в Нарваш-Шигалинской основной общеобразовательной школе, было выявлено, что фактически рацион питания школьников не вполне соответствует утвержденному Роспотребнадзору меню. В конце прошлой недели все замечания были устранены. В настоящее время меню соответствует утвержденному меню Роспотребнадзора. В первые же учебные дни эксперты побывали во многих школах, чтобы наглядно убедиться, чем кормят детей. Пока нарушений не обнаружено, но работа в этом направлении будет продолжена. Специалисты проедут по всем школам. В республике создают службу единого заказчика. Это решение озвучено пару месяцев назад. Курируют работу Минстрой Чувашии. Служба в первую очередь возьмет на себя функции оператора по проектированию и строительству объектов здравоохранения и образования в рамках национальных проектов. Служба будет вести все строительные процессы от и до. Централизация позволит полностью контролировать качество работ, сроки и, что немаловажно, экономить бюджетные средства. Есть огромный потенциал повышения эффективности по всем направлениям. Особенно, если более поступательно, более динамично будет внедряться так называемый процесс реализации объектов строительства в рамках контракта жизненного цикла. Работа, которую мы сейчас с вами начинаем, здесь создает нам колоссальные возможности и ускорение реализации проектов, ну и, конечно же, повышение качества. Но при этом, как раз на первый план, выходит вопрос взаимодействия. Планируется, что координация работ, начиная от оформления земельного участка, инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации, учреждение приступит уже в начале следующего года. Минструй отвечает за распределение средств по объектам. Планируется, что с 2021 года казенное учреждение будет осуществлять функции заказчика по 134 объектам стоимостью 4,4 миллиарда рублей, а также в части проектирования по 18 объектам стоимостью почти 141 миллиона рублей. Мы ожидаем, что объемы финансирования, которые пройдут у нас через службу единого заказчика, составят более 6 миллиардов рублей. 89 объектов, включая 34 объекта, это проектирование. На три года 2,6 миллиардов, на 2021 год 1,78 миллиардов. Ну, понятно, что это только первые проектировки. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. В Батыревском районе Республики произошла дорожная авария со смертельными исходами. Погибли сразу три пассажира. 13 сентября около 6 часов вечера в Батыревском районе 21-летний водитель десятки не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся. Водитель и три его пассажира вылетели из машины, в результате чего 81-летняя женщина и двое мужчин до 31 года 48 лет от полученных травм скончались на месте. Сам водитель госпитализирован. Находился ли он в состоянии опьянения, будут устанавливать медики. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все причины произошедшего. Двух жителей Чебоксар признали виновными в организации незаконной миграции группы лиц по предварительному сговору. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от одного до трех лет. С испытательным сроком на 2,4 года соответственно. В сотруднике управления ФСБ по Чувашии установили, что руководитель одного из туристических агентств при содействии работника Института восточной медицины РУДН и представителей национальных диаспор в 2016-2017 годах фальсифицировали результаты экзаменов. Виновные необоснованно выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и законодательства России. В дальнейшем сертификаты использовались для оформления документов, легализующих пребывание иностранцев в России. Ранее Московский районный суд признал другого фигуранта дела виновным в совершении аналогичного преступления. Осужденный, являясь членом экзаменационной комиссии, за денежное вознаграждение посодействовал успешной сдаче экзаменов. В ходе расследования задокументировано три эпизода противоправной деятельности. Верховный суд Чувашской республики рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов и оставил приговор суда первой инстанции в силе. В Рио главы Чуваши Олег Николаев встретился с финалистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». В суперфинале участвовали пять представителей нашей республики, а Дмитрий Арсютов стал победителем. Для Чуваши в этом году участие в конкурсе оказалось продуктивным. Трое из пяти вошли в топ-100. За попадание туда боролись 300 человек со всей страны. Главный врач республиканской офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов шел к цели осознанно. Для большинства из нас и тех, кто дошел до суперфинала, тех, кто просто участвовал, в первую очередь это победа не заменим собой. А победить самого себя, двинуть себя, постараться превзойти те достижения, которые уже были, ну, наверное, это один из показателей того, что человек как минимум к чему-то стремится. Депутат госсовета Чуваши Григорий Данилов готов работать на благо родной республики. Если говорить о готовности работать на благо республики, я думаю, такой вопрос даже задавать не надо. Все те, кто принял участие, они уже работают и готовы работать дальше. У каждого из участников были причины проверить свои силы. Лично для меня участие в конкурсе и выход в полуфинал, на самом деле, заставили, наверное, посмотреть на многие вещи по-другому, переосмыслить и появилось вот это желание, то есть конкурс лидер России, именно здесь ключевое, наверное, России, а потом лидеры, и появилось желание быть полезным регионом, быть полезным стране. В правительстве Чуваши уже работает полуфиналист конкурса лидера России прошлых лет, министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Вас хочется выделить, вас хочется поздравить, на вас хочется, наверное, уже многим равняться, вы ориентиры стали, вы и так добились многого, каждый в своей профессиональной сфере, но мне кажется, что у вас и будущая перспектива намного выше и лучше. Отрадно я обратил внимание, что вы достаточно все состоявшиеся люди с хорошим образованием, уже занимающие определенные положения, с компетенциями, с большим опытом работы и с реальными достижениями, поэтому, наверное, это здорово, то, что вы вот все-таки как бы не успокаиваетесь и дальше двигаетесь, стремитесь. На днях в Чувашии создали общественную организацию «Некоммерческое партнерство лидеров России», и уже на этой встрече прозвучали предложения по продвижению Чувашии на всероссийские и международные уровни. Очень важно, очень нужно на самом деле в жизни быть устремленным, быть постоянно в поиске и находиться в движении. И вот вы ровно такие. И когда есть такие люди, конечно же, это является достаточно мощным символом, прежде всего для подрастающего поколения, следовать примерно такому же пути. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. Компьютерные технологии быстро совершенствуются и требуют постоянного обучения. Всероссийский урок цифры помогает школьникам двигаться дальше. Сегодня он стартовал по всей России. На этот раз дистанционный урок цифры посвящен искусственному интеллекту и машинному обучению. Занятия состоят из видеолекций и онлайн-тренажеров. Школьникам объясняют, что такое искусственный интеллект, как его используют в окружающем мире. Ученики смогут использовать приобретенные знания для разработки собственных программ. Игровой тренажер позволит пройти все этапы работы и понять, как самостоятельно создать алгоритм, например, для беспилотных автомобилей. После таких уроков многие школьники выбирают IT-технологии своей профессии. Мечты должны сбываться. Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» помог исполнить заветное желание девочки из Чувашии. На выпусках передачи «Поле чудес» выросло не одно поколение телезрителей. Девятилетняя Даша Иванова из нашей республики полюбила передачу настолько, что мечтала своими глазами увидеть знаменитый музей программы долгожителя телевизионного эфира. Мечта Даши исполнилась благодаря стараниям организаторов проекта. Вместе с мамой она отправилась в Москву. Им провели экскурсию по павильонам телецентра Останкино. Они побывали в студиях телепрограмм «Вечерний ургант», «Большая игра», «Спокойной ночи, малыши». Уже несколько лет этот проект – неотъемлемая часть платформы «Россия – страна возможностей». Болонтёры по всей стране устраивают такие праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей. Игры на льду в преддверии нового сезона первенства ВХЛ. Хоккейный клуб «Чебоксары» сыграл выездные товарищеские матчи. Команда Александра Протоповича провела предсезонные товарищеские встречи с участниками хоккейного клуба города Набережные Челны. В первые гречи боксарцы смогли победить со счетом 3-1. В ответном матче соперники взяли реванш. Итогом стал счет 2-0 в пользу Челнов. В скором времени начнется борьба за Кубок Федерации нынешнего сезона. И уже 18 сентября наши спортсмены вновь вернутся в Татарстан. Игры состоятся 18, 19, 21 и 22 сентября. Это главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра.